про соло хочу сказать, про игру соло и про девчонку как ее там? Которая в Р2 играем Мамоко или как ее там эти звали Мобошики Да с которой мы общались-то еще Вот, она чисто играла для того Ну, просто она Есть такие люди, да, действительно, видимо, один из них Которые просто сидят и улучшают себя То есть в игре, по сути, уже, грубо говоря, такого контента нету Все повторения остались Для нее А она просто сидит и что-то там изучает, улучшает Продолжает что-то себя улучшать Ей, по сути, неинтересно И когда она встретила нас Вот, у нее появился такой, типа, азарт И, ну, много-много-много информацию начала давать Потому что для нее уже все это изучено Ну, выучено даже сказать Вот, вот про что я хотел сказать Ну, не все, просто больше, чем у нас Но она тоже, как бы, для себя что-то открывала И писала, вот, типа, я вот это нашел Смотрите, типа, я вот это выдела А я вот это, и, короче, она начинает Она просто человек, который потребляет контент И от этого кайфует Видишь, некоторые Некоторые качаются, допустим, вот В данжах, да, там Условно говоря, там, дамажит больше других И они от этого получают как Типа, вот они сегодня лучше дамажит Больше, чем люди по-другие Вот Подходите, стесняйтесь Вот, они все на дамаг То есть, берут, у них все, там, у них То есть Прямо Вся их игра, этим пропитано Чтобы, типа, больше там Пофиг, что там защита Больше дамаг Все, и вот это все Гайды они любят Ребята такие Больше, что гайды, да Гайды же дают Гарантированные Типа, результат Типа, да А что нужно людям Типа, дамаг Понимаешь? Они не задумаются Вон, Толя, вчера рассказывал Типа, челик просто там Мы пошли в данж И, по челик, тоже коса Мы пошли в данж Вон, даже видео есть Такие у меня на канале Мы пошли в данж И, короче, она, типа, это Дамажит Она, 1600-го рейтинга Толя, 995-го И он передамажил ее И меня, и всех, короче, там И тот стоит, короче, такой В данже, типа, остановился И, судя по всему С 90% вероятностью Топа рассматривает Толин Короче, этот Карточку, типа, игрока Как он так, типа У него меньше рейтинга Он, типа, передамажил всех А это как в соло Помнишь, там тоже карточки Это рассматривал Потому что должен был понять, типа Ну, что, откуда у него такой силы Да, вот фишка о том, что чел Просто не задумывается Тем, как, в принципе, играть То есть они вот и читают гайды Потому что они хотят нагибать в игре А не только тогда чувствует себя Более-менее Нагибать успешно по дамагу И все Ну вот, но это тоже доминирование И этим они Это не нравится Это тоже, как-то, на самом-то Ничего несложно Это просто Пойдем, нахуй Нахуй, нахуй Это как рулетка Вот ты в Dun the Soul рулетку сыграл Типа, вот Допустим Это просто форма Такая форма На доминирование То же самое То же самое, знаешь Рулетка может и в PvP будет Между прочим В PvP это тоже Ничего не объясняет То же самое может быть рулетка Кто первый кастанет Все, пошло Я помню, как вовке было Но сражается ДК-шник с паладину Кто быстрее останки Не тот и выиграл Вот и все Если ты, короче, долбишь, долбишь, долбишь Допустим, паладина Он тебе стан кинул Выхилился И опять ты Долбишь, долбишь, долбишь Вот кто быстрее Если ты ему переврешь стан Или что-нибудь сделаешь Если он не сможет Все, он победил Ну, ДК-шник Было такое Саша часто так Мышел так делал Вот и все И кто кого перед Кто быстрее зарядил Скилл Тот и победил Кто быстрее кинул Не знаю Блин Тот и победил Вот и все То же самое То же самое, как и в Данже Но в Данже фишка в том, что ты играешь С несколькими персонажами И, грубо говоря Что-то может Ну, ты там не играешь с несколькими Ну, да, ты играешь с несколькими персонажами Но там нет никакой Конкуренции То есть для вас конкуренция Кто больше передамажил Сагуб Нет А что? Кто больше серебра подобрал У меня конкуренции в принципе нет Я об этом вообще никак не задумываюсь Я по отношению к себе Как я, короче, смотрю за собой Насколько, типа, я Так, а смысл совместиваться с другими, блин? Всегда кто-то будет круче тебя Смысл письку мериться с кем-то Вот, типа, у него такой же рейтинг, как у меня А я, типа, меньше дамажа Что же такое сделать? Что же такое вычитать? Чтобы больше дамажить, чем он? Да нет Ты лучше по отношению к себе Своего персонажа раскачивай Зачем? Ты все равно Ну, просто это, понимаешь Ты рано или поздно нальешься на того Кто будет круче тебя И не сможешь это Никак это победить Никак Ты просто найдешь причину Ты найдешь причину в том Что, типа, игра кривая Типа, ну, вот и все Или, типа, а, он, типа, вот как Он, типа, задонатил А поэтому он круче Типа, ну, знаешь, когда чел уже не может Никак объяснить свои неудачи Типа, он донатер, короче, типа, там Вот эта вся песня Ну Да нет, нет Просто, видите, о чем я скажу Ты, может, ориентируешься на все Общую картину в целом игр А, если брать чисто вот вашу Ну, я не вижу У нас, ну, такой, типа, блядь, конкуренции Либо чего-то такого Который бы О, ебать, он больше дамажу И так далее То есть, это, ну, это глупо Не понял, не понял Че ты сказал, я не понял Че ты сказал, я не понял Че ты сказал, у кого-то В смысле не бить Что-то Ну, типа, вот Вот, башу, допустим, играя в Лос-Тарк Типа, блядь, я улучшаю сам себя Чтобы видеть Ну, типа, я дамажу Ты же говоришь, типа, вот Чел будет дамажен лучше, чем я Типа, он меня все равно Рано или поздно нагнет Правильно? Ну Ну Там вообще конкуренции Таковой, по сути, никакой нету То есть Ты даже нет смысла Куда-то бежать Развиваться Почему? Именно мощно А зачем? Ну, будешь ты передамаживать Это какой-то тебе Силу или, типа, авторитет тебе даст Типа, ты вот Я стал лучше Ну, видимо, людям дает Они же хотят больше дамажен А, чтим, кайфово от этого? Все, понял тебя Теперь, понял Они же не зря этого хотят Начтим, вот этого кайфово Они считают, что они крутые Я понял Значит, такого Маленького Дешевого наркотика Им хватает Я понял теперь тебя Понял То есть Они настолько ничтожны Что этого им достаточно Ну, может, не только этого достаточно Может, там много еще других показателей, наверное Крутой внешку, наверное, иметь Какую-нибудь Крутой маунт, чтобы был Ну, что, согласись Разве нет такого? Не делай И видишь, что ты первый раз это слышишь Типа Нет, нет, нет Я просто этого забыл уже Забыл, на самом деле Я вот как раз Сейчас вот ты говоришь это И я вспоминаю Ксюху Короче, игра была 21+, называлась И там Тоже очень старая игра Еще когда мы смотрели Там первый или второй Этот Колледж Как он называется? Первый, второй колледж Курс, курс, курс Первый, второй, курс Как это называется? И там, короче Игра была 21+, Прям так называлась Она китайская или корейская Потому что Ей даже Ксюхе Запрещала маме играть Потому что там 21+, Вот И там Ксюха Вот она как раз То, что ты сказал Маунты красивенькие Там Блядь Одежда красивенькая Вот она там Блядь Мы уже, блядь Игру прошли Блядь Всех уже круче там Блистали Она до сих пор играет Там Вот Там Маунтов Это как даже и Наташа Маунтов собирает Вот она там Красивенькие смотики Ищет Для некоторых людей Да, типа Какой-то героиновая подпитка Типа Вот Эйфория Типа Я стал что-то лучше Я там Одел какую-то шапочку Сережку Я стал красивее Типа Подпитка Больше Типа Вот это прикольная Подпитка Эйфория Подпитка Подпитка Доминирования Интересно, конечно Такое для них мышление А кому-то это вообще Понимаешь Даже Как это Как слону дробинка Он это не почувствует И поэтому Они ищут более Такие жестокие Как выживание Вот Вот про что Ты мне как раз Это напомнил Вот И поэтому Это две совершенно разные игры Ты говоришь Выживание И говоришь ММО Ну я Выживание тебе сказал Про Сравнение Подпитку Вот это вот То есть Человеку всегда нужна Какая-то Подпитка Подпитка Доминирования Ты сказал Что в этой игре Ее нету Пвп Ее достаточно Здесь Тут целые острова Пвп Я тебе говорю Что если вернуться сюда То Про то Что мы с Димой Общались Про Вот эту вот Подпитку Доминирование Мы не затрагивали Пвп уровень Как Дима Он сам играет Он еще максимально Не достиг Я хотел узнать Его мысль Что он там Имеет ввиду Вот я и хотел узнать Понимаешь Мы играем В новую игру И мы Мы просто проходим Сюжетную линию У нас открываются Новые боссы У нас открываются Новые подземелья У нас открываются Новые возможности Локации Вообще все открывается Новое И ты просто идешь Каждый раз И не знаешь Что-то новое Что-то интересное Что-то нет И тому подобное То есть вот в чем дело Вот понимаешь Я и хотел узнать Зачем это развитие Нет Так ты послушай меня Ты играешь в те игры Которые ты уже Знаешь на все 100% Назови мне хотя бы Одну игру Которая не похожа Ни на одну Которую ты играл У тебя все игры Похожи все Все до одной Team Today Ты играешь Conan Которые ты играешь R2 И тому подобное У тебя нет Вовка И так далее Все игры Они плюс-минус похожи То есть там Единственная цель Это просто Уярить друг друга Все То есть когда ты заходишь Ты сразу знаешь об этом Какая может быть Какая-то цель Представь заведив то Что ты никогда этого не видел Вот это уже будет Намного сложнее Потому что ты этого не знаешь Ты этого не знаешь Это когда допустим Тебя ждать И посадить тебя Знаешь куда Я не понимаю Которую русло Ты опять пошел В том дело Что мы Я когда тебе Помнишь Изначально Когда я Говорил Ребят Давайте что-то Поиграем В то Что мы никогда Не играли Что-то в новое Опять не пойму Куда ты идешь В плане том Что Я теряю суть разговора Про что ты хочешь Мне донести Я тебе хочу донести Что у тебя все игры Одинаковые И что Только просто По другим логотипам Вот и все А дальше то что Я тебе просто говорю Что ты Ты сравниваешь игру И говоришь Что я не понимаю этого Потому что ты Играешь Вот только Вот в эту игру И все То есть ты не думал Дальше там Каким-то образом Смотреть что-то Что-то еще есть новое Что-то может еще Есть интереснее Не пойму Вот именно Поэтому и не понимаешь Вот именно Понимаешь Я не пойму то что Ты на луне не был Вот ты на луне не был Понимаешь Ты не можешь сказать Что что там на луне Я на луне не был Я не могу сказать Что на луне было А другие были на луне И они говорят Вот там-то намного лучше Чем на земле Ты говоришь Да ну нахуй Ты что совсем ебанулися что ли Здесь-то намного кайфовее Понимаешь Тут это 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 И как вот ты Человеку ты не объяснишь Никогда Когда он не был там Понимаешь Человек не был там Он не знает Он по этому Видишь что ли Сейчас Начиная Я по этому И удостняю В чем Вот в чем Вот эта вот подпитка В чем узнать новое они этим подпитываются кому-то это вообще неинтересно вот когда мы играли forest помнишь forest играли на что ты forest и понял на них я играл не но что тебя это подвигало тебе идти дальше выживать правильно выживать понимаешь у тебя совершенно другая мысль была просто выжить цель была у нас понимаешь цель найти что-то новое в этом плане что дальше то будет нам интересно понимаешь в этом деле сюжетную линию сделаны мы мы идем по этой сюжетной линии нам интересно что дальше будет нам поэтому открываться новые возможности то есть допустим та же самая башня которому вчера за свимой проходили новую новую вы же можете с этим шмотом на начальном бежать дальше я спрашиваю для чего вы улучшить иди давай я хочу посмотреть санька смотри ты вот играл там что люди шмот тоже так как ничего делать улучшают шмот же всегда улучшают для того чтобы получать доступ более качественному более сложному контенту грубо говоря более для чего по чтобы чего он ты вот и вот и вот ахуню несешь вот он шмотом да вот только начали играть и понятно что ты даже там через три локации дальше ты не выживешь потому что у тебя боссы и боссы и обычные мобики тебя тупо тебя мобики обычно ты просто ответили одним словом саня да там монстр сложнее уже но это очевидно блять очевидно же но зачем это говорить это понимаешь это как блять это как пить воду блять очевидно я не буду спрашивать у каждого человека ты воду пьешь блять или не пьешь нахуй санька ты же играл в этот конан эксайлс ты же там шмотки не просто говорю у нас разные эти мирозрения найди мне хотя бы одну игру где не надо улучшать шмоты ты просто бегаешь да блин толку это у тебя даже в конане шмотки улучшаются потому что там есть определенные места где ты просто даже не выживешь без шмоток вот видишь у тебя получается даже в конане это ты улучшаешь шмот даже для чего для чего не улучшаешь шмот чтобы что ребят это мы дальше там проблема столкнулись ты начал мне говорить совершенно другому что типа блять тебе игры чтобы узнать новое я тебе сказал я понял чтобы узнать новое как ты считаешь просто идем по полю бьем там на енотов зайцев блять да и так идем до самого конца с одним шмотом с одним шмотом идем а нахуй ему улучшать шмот головой подумай сам головой подумай зачем нам улучшать шмот ну вообще какие варианты вот и вот можешь прикинуть какие варианты я тебе спрашиваю конкретный вопрос какие могут быть варианты кроме получения просто вот прокачки по вообще по игре какие вот и какие еще варианты я вообще не рассматриваю никаких таких и нет потому что их тупо нету потому что единственный способ прокачки шмота я тебе говорю про конкретный вопрос шмот ты спросил зачем вы улучшаете шмот на тебе по этому вопросу и говорю зачем вот эти прошу а с какой целью персонажи в играх в муму сингл играх улучшают шмот какой целью я отвечу твоим же ответом чтобы каждый в нем остановился лучше но тебя твой мнение спрашиваю не свое я бы я бы не улучшался свой ссс сразу ты говоришь ты бы не улучшался а в р-2 ты сейчас еще делаешь он дошел до капа дальше зачем улучшаться смысле какого капа он дошел до уровня допустим на определенном такого уровня мы я тебе только что сказал что я сказал димка не имеет максимально уровня о чем ты можешь там дальше еще будет всякого нового я же только что сказал но изначально я понял что дима сказал что ему нужно для того чтобы он развивался каждый день ну правильно но и когда играешь ты развиваешься ну давай представим давай просто представим что ты достиг максимального все у тебя все есть да что дальше будешь делать ничего я пойду в другую ну вот именно вот ты ответил на свой вопрос понимаешь если нету развития играть тогда нету смысла так ну так ну да конечно нет ну так а чё тогда ты вопрос издаешь он тебе ответил что я развиваюсь таким образом не интересно играть так но также получатся нет ну нет нет остановиться развиваться лучше быть то есть и грубо говоря каждый человек каждый человек играя в любую игру он хочет быть лучше не в зависимости просто от кого-то не к просто он хочет быть в игре лучше без мощнее сильнее красивее и тому подобное то есть все характеристики то есть понимаешь он просто хочется сделать все в этом-то и вся есть суть этой игры понимаешь как это в каждой игре это сделано в каждой даже в одиночной игре сделано ты понимаешь об этом даже в одиночной этой игре сделано туда взять к скорим ты когда бегал в этом скорими ты тоже также улучшался ты для кого это все дело для ботов нахуй делал тогда это разбираться да вот именно так ты ты это дело для ботов но ты для тебя это просто было интересно что потому что проходить и тому подобное то есть ты когда не мог пройти ты такой думаешь блин надо вот шмот по-другому как-то сделать поинтереснее и тому подобное. И у нас такое же есть, понимаешь, когда мы идем, и мы видим ага, вот тут так что-то сильнее, допустим, тому подобное. Надо вот тут пересмотреть, посмотреть, допустим, это, это, это. Димка вчера пошел, тоже там, допустим, играл. То же самое у него, допустим, он там начал драться, это, это, это. Попробуй с другим заклянил, он его сразу убил. Я, скорее всего, понял, в чем недопонимание. Я-то думаю, что вы уже докачались до вот этого капа, и сейчас вот рассматриваю, что вы долго уже играете. Санька, подожди, Толь, подожди. Помолчи, я ему объясню, он, видимо, вообще не понимает, о чем говорит. Смотри, это тебе, понимаешь, это тебя не, то есть я вот, как сказать, заглянул чуть-чуть, так сказать, во что ты играешь. То есть ты играешь вот в R2, да? Conan, 7 Day... Ну да, R2, я сказал. R2, Conan, значит, раз ты играл, что там еще? 7 Day to Die. 7 Day to Die, Rust, Front, все эти игры относим в одну, в одну калитку просто. Это выживачи. Там схема одна и даже. То есть, грубо говоря, там нету такого, как в MMORPG. То есть, грубо говоря, там есть определенный... R2, да? Там есть, подожди, подожди, подожди. Я не про R2 ничего не знаю. Подожди. Подожди. Вот. У тебя, грубо говоря, выживач. У тебя первый уровень есть. Есть 60-й уровень, как на примере, допустим, Conan, да? И той же 7 Day, в которой есть тоже там кап определенный. Вот. Но там нету такого, как в MMORPG. Там есть скиллы, да, прокачка, все. Это все не имеет никакого значения. Смысл в том, отличие от MMORPG в том, что в MMORPG всегда все происходит итерациями и этапами. Понимаешь? Вот ты играешь, допустим, вот в Lost Ark, условно говоря, да? У тебя там, условно говоря, до 20 уровня у тебя один этап. То есть, грубо говоря, ты можешь остановиться, как дурачок, и бегать на этом уровне. И говорить, что это твой вот уровень максимальный. То есть, мне больше в 20 уровне не надо. Я вот хожу по трем локациям там в Литерии, и все, мне больше ничего не надо. Я вот собираю там этот, а у меня есть по месте мое, все, я, ну, мне кайфово, типа, да? Буду там, короче, общаться со своей гильдией, мне ничего не надо. Кто хочет качаться, идет дальше. Там до 40-го. Мы вот сейчас докачались до 1100 уровня. Ой, шмоты я имею в виду, да? Ой, ну уровень шмот 52 уровень игры, 51-й, 1100 уровень шмота. Мы дальше прокачиваемся. Почему? Потому что мы видим, что, ага, вот есть, допустим, у нас там этапы, допустим, там 650-й шмот, 850-й шмот, 995-й шмот. Мы можем остановиться, да, но дальше мы по контенту не получим. И смысл в том, что здесь всегда, вот как ты ни крути, пока игра развивается, также, допустим, ТСО, пока игра, ТСО уже существует больше 10 лет, пока игра существует, к нее всегда выпускает дополнение, всегда есть новый контент, здесь нету капа, как вы, про который ты говоришь, его нету просто. Да, ты получаешь максимальный уровень, но это не кап. То есть, всегда есть какие-то, то есть, это не ограничивает тебя. Да, у тебя может быть в Лос-Тарке максимальный уровень шмота 1650-й, допустим, да, вот, но это все равно тебе не кап. То есть, ты в любом случае получишь определенные какие-то показатели, которые ты будешь развивать. Всегда. То есть, тебе, пока ты докачаешься до этого шмота, допустим, ты столкнешься с чем-то, что тебе еще надо быть прокачиват, допустим, прокачивать бижутерию какую-то там, комбинацию какую-то устраивать, гравировки качать, понимаешь? Да, это, ну, логично, что в игре есть предел. То есть, понятно, что ты рано или поздно докачаешься до какого-то там 1700-го, допустим, шмота, там, условно говоря, максимальный. То есть, вот, и разработчики его сделали. Но пока ты докачиваешься, да, и в игре, допустим, есть люди, которые уже до этого капа докачались, возможно. Вот. Но, так или иначе, ну, как они, так как вовке раньше было, помните, раньше был 60-й уровень, потом 80-й стал, потом 100-й стал уровень, максимальный. Потом 120-й, сейчас я уж не знаю, какой там, 150-й что ли. То есть, всегда повышается вот эта вот планка прокачки, чтобы игрокам было чем заняться. Так и здесь, я больше чем уверен, игра с 19-го года существует. Скорее всего, 1600-й шмот, это, ну, это не изначально придумано. Скорее всего, там был 1600-й, допустим, тысячный вообще шмот. Потом они обновлениями, апдейтами еще добавляли, чтобы игрокам было куда развиваться. И это всегда так существует. Вот в кон они тебе, допустим, этого не делают. Тебе дали 60-й уровень, все, ты бегаешь, ты очки развиваешь. Ну, они тоже как-то, они понимают, что это надо как-то менять, вот, но им механика игры не позволяет сделать, там, 70-й уровень, а не 60, например. Они взяли, перепаяли, короче, скиллы, чтобы игрокам было интересно заново качаться, знаешь, чтобы заново билды какие-то формировать и так далее, понимаешь? А здесь в МММ-шке и РПГ-шке всегда есть какое-то комбинация, всегда есть направление для развития. Правильно Толя говорит? Ты можешь исследовать локации, ты можешь ковыряться, там, не знаю, в каких-то городах, там, искать какие-то специальные скрытые подземелья, какие-то квесты новые брать. Ты можешь, я не знаю, подземелья, это, кто оно, господи, поместье свое улучшать. Ты можешь острова оплывать, какие-то квесты новые, там, истории, истории, которые писатели пишут, не просто там, сгенерированы, как в какой-то R2, там, или Black Desert, эти квесты, которые просто, вот, не знаю, убить 10 локов, принести 5 шкур. Вот такого. Здесь вообще такого нет почти. Да, как бы есть иногда такое, ну, типа промежуточные квесты, но в основном, какие-то доп-квесты, они прям рассказывают какую-то историю, это прикольно. И тут каждый для себя что-то найдет. Но, если ты хочешь чисто вот по, понимаешь, по аршин, грубо говоря, мерить как выживача, что там доминировать над кем-то, убивать кого-то там, или быть круче кого-то по урону там, то это, ну, такие люди здесь не задержатся, я могу точно сказать. Потому что, ну, то есть, рано или поздно столкнешься с тем, что ты будешь лоутсайдером, что будет кто сильнее тебя. Сташа, наверное, ливнул, да, нет, просто фишка в том, что, понимаешь, это MMORPG, тут немножко другой аршин, другое, другая схема. Ты сейчас просто такие вещи элементарные, говоришь, я почему это хотел пояснить, потому что ты такие элементарные вещи, говоришь, которые вообще, ну, то есть, очевидны, но почему-то тебе, для тебя они не очевидны. Я думаю, блин, чел, что ли, вообще не понимает, зачем люди в MMORPG играют. то есть, как бы, не шарит. Я такой, блин, как такое может быть? Все люди понимают, зачем это. Блин, а он не понимает, думаю, как так-то вообще? Что за бред? Да. Да, с другой стороны, ты играешь в R2, я не думаю, R2 настолько, что она настолько ущербная, что там такого нет. Там тоже есть шмот, по-любому, там есть какие-то уровни прокачки определенные. Тут ты, я понял, я знаешь, что я сейчас скажу, тут ты не борешься за контент, ты борешься за доминирование, доминирование на локациях и так далее. Вот все я тебе скажу. Перезвиваешься тут не ради контента, перезвиваешься тут, чтобы забрать, убить и, ну, получить какие-то ништячки, дать пизды кому-нибудь. А контент, новые локации контента, никому нахуй не нужен. Вот я и так скажу. Может, потому что его нету? Так его и не за... То есть, грубо говоря, тут, что я тебе могу сказать? Контент разный, контент в плане никакого. Новые, эти. То есть, у каждого раза. Вот ты, допустим, заикнулся про истории. Вот. Прикольно. Здесь эти истории не нужны, потому что MMOR 2 завязано совершенно на другом. На том, чтобы убивать, убивать и получать шмот сопротивника. Вот на что мы это завязаны. Вот. А там, а другие Момо, допустим, вот, то старт, хороший ты, например, где возьму я, это уже истории. То есть, ты как сказал, вот это истории. Кстати, я сталкивался с тем, помнишь, не помню где в какой-то игре, тоже где-то были хорошо написаны истории. Не помню где. Ну, в соло. В соло, наверное. это не ради контента, а ради заработка. этого заработка уже на самом цене вместо, допустим, его нету. Здесь ты ради того, чтобы кого-то наебнуть и забрать его шмот. Вот и все. Разные, разные MMORPG. Вот. Для кого-то контент важен, для кого-то получение какого-то ресурса. Ах. поэтому MMORPG разные. Развитие цели получения этого контента. Все понятно. Хотя я все раз говорю, Саня, то, что именно игра, то есть, в которую ты играешь, ты именно в эту игру никогда не играл и вообще в такой дематике не играл, поэтому... поэтому я сразу такие откладывал. Интересно, а почему ты сразу закладываешь? Почему нет смысла? Нет желания исследовать, что-то новое. Нет желания. Зачем? Почему? Это вообще неинтересно. Не знаю неинтересно. Не хочется что-то открыть для себя. Нет. Вообще нет. Честно скажу, вообще нет. Никто несколько не прерывал, не прерывал, не набрав. Вообще неинтересно. Неинтересно написанное имя истории. Вообще неинтересно. То есть я не хочу погрузить. Я просто помню, как ты соло бегал, там какие-то загадки, решал головоломки, там какие-то нерески. Да, согласен, но там больше не интересно было, так как он меня там сидел, играл. Зачем туда играл? Зачем? Да, чтобы получить награду за выполненные ресурсы. Ты выполняешь и получаешь награду, которая помогает тебе развиться. Ты хочешь сказать, что здесь такого нет? Я не говорю про это. Я вообще про это не говорю. А зачем награду получать? А чтоб стать лучше. Но не ради контента, еще раз повторю. Не ради контента. То есть контент, эти истории во всех играх я вообще даже не читал. Абсолютно. То есть мне неинтересно. Black Desert я вообще ни одного квеста не прочитал. Вообще, чисто узнавал про квесты, когда Толя играл и там знаешь, да что серии докачал и все. Слушайте, ну в Black Desert я бы, честно говоря, я бы тоже не читал. Там такие ущербные квесты, что даже читать не хочется. Вообще, я просто там начинал играть. Там даже, я даже просто 70 минут, наверное, там не присидел, толчащик присидел. Я определил мне, видимо, аудитории делают это вот. Все действительно. Вот эти ведьмак, что там. Другие вот, я понял, там Элара Крофт, там вот эти вот все. Не знаю, мне это вообще не нравится, пиздец. Это вот сама механика. Ты просто не пытался в это играть. Механика игр, где тебя ведут, и это мне не нравится, пиздец. Нет, я играю. Я прошел ведьмак «Убийца королей» вторая часть. Блять, вообще, знаешь, мне очень вообще понравилось. А играю в Resident Evil. А нет, зачем? Мне неинтересен такой жанр. А, ты можешь этот. Блять, вон, Дима видел, как я с боссами игрался, это пиздец. Я не играю, поэтому... Особенно с этой, которая ос вызывала, блять, пиздец. Я не знаю, с какого раза я прошел, с пятого или шестого я прошел ее. Там нужно, там вообще нужно микроконтроль, блять, по такой жесткий. Слушай, Саша, ну тебе же нравится челлендж. Почему не найти челлендж в других местах, не только в том, чтобы собирать. Да, кстати, вот это. Ну, то есть, смотри, у тебя варианты, то есть, ты же челлендж, ну, а будем отталкиваться от этого. Допустим, ты собираешь комплект в какое-то снаряжение, условно говоря, ну, неважно в какой игре, выживаешь там это или ММО, ты вот, допустим, в Бар-2 тоже комплект снаряжения собираешь и начинаешь, типа, доминировать, там, кого-то унижать, говоришь, забирать чей-то шмот, тоже, допустим, кто она, как ее, Конан, допустим, да, и... Но, если, то есть, смысл получается не в том, чтобы... То есть, тут два варианта получается. Либо ты укавишь, и тебе смысл не в челлендже самого, а в том, чтобы просто кого-то унижать. Либо... Смысл как раз-таки в челлендже, а не в унижении. Но если смысл в челлендже, его можно получить и другим способом. И воюя не только против игроков, но и против компьютерного искусственного интеллекта, который довольно-таки хорошо играет. То есть, вот, допустим, мы вчера баши... Но ты не получишь это удовольствие, понимаешь, если ты победишь бота, бот не будет там плакать, и что-то еще ты не получишь, там, насыщение. А, тогда смысл не в челлендже, а в том, чтобы унижать других. Вот в чем проблема. Да, да, да. Но тогда и говори, мне не нравится... То есть, ты мне раньше заливал, что тебе нравится челлендж, вызов какой-то, но смысл тогда не в нем, а в том, чтобы просто кого-то унижать. Да, вызов создается после чего? После того, что надо тебе чего-то добиться. И ты создаешь сам себе. Планку поднимаешь, правильно? Правильно, вот. Нет, подожди, ты только что сказал, что тебе нравится унижать. Когда кто-то заревел там от твоих унижений, от твоих побед, тогда тебе кайфово. Но это не вызов. Ну, то есть, это другой вопрос. Почему? Ну, смысл в том, что вызов подразумевает, что ты сам себе какую-то планку ставишь. Что ты делаешь, что ты его делаешь. Ну, а если ты кого-то унизил, какой там вызов типа? Ну, типа. Перед тем, как унизить, ты тебя планку поставишь, добиться чего-то. Планку унизить его, допустим. Правильно? Ну, это не планка, это просто цель. Ну, то есть, вызов и планка, это вот, честь, я подразумеваю, как что ты для себя поставил определенную высоту, которую ты должен достичь. Вот, типа, достичь такого такого. Ну, ты доспех не достиг, ладно, дальше. Ну, вот. А почему это же, ну, как бы это же не планка? В смысле, планка, кого-то унижать, как, какая-то планка может быть? Смотри, я понял тебя. Планку ты ставишь чисто, грубо говоря, давай приведем пример, допустим, на доспехе. Планка в доспехе, допустим, седьмая, сталь, планка твоя. Планку ты сделал, все. И этой планки ты пошел, напиздил кого-то. Ты выполнил цель. И третье, ты получил удовольствие. То есть, грубо говоря, если все сложить, планка, цель и удовольствие. Понял? Ну да, я понял твои категории. Ты просто немножко по-другому выражаешься. Все, скорее всего, возможно, действительно так. А если тебя напиздили? Вот, вот, смотри. И потом ты как раз эту планку-то и ставишь, когда тебя напиздили повторно, допустим. Ах, блядь, ааа, собрать все-то доспехи. Просто для меня планка это что-то субъективное, личное. То есть я, допустим, вот планка, да, научиться владеть персонажем лучше. Вот Толя видел, как я вчера мажу. Вот планка научиться реально владеть персонажем скиллами. Не мазать, нормально прыгать, а уклоняться вовремя, вовремя применять скилл. Это мой личный рост, грубо говоря. Он не зависит от внешних факторов. От шмота, от скиллов, и так далее. Вот, для меня может быть планкой, например, например, не умирать ни разу, да? Это мой личный. То есть этот моих скиллов зависит, а не от шмота и так далее, понимаешь? То есть для меня вот эта планка, а у тебя, видимо, категория немножко другая. Тут, видишь, чем прикол. Смотри, тут, чем прикол. Допустим, вот хороший, хороший тебе этот пример. Здесь же, допустим, возьмем R2 Online. Тут не зависит от твоих умений, щелканья пальцев, владениями твоими прямыми руками. Тут все зависит от уровня твоего шмота. Хорошо, топорная игра. И поэтому я привел именно пример шмота. И у нас столкнулись с тобой мнения о том, что у тебя владение персонажем, потому что я опираюсь, ну ты опираешься на определенную игру. Я опираюсь на определенную игру, и поэтому разница именно в мнениях. Если бы, допустим, мы опираясь бы на, разбирали один пример какой-то определенной игры, Нет, разница не в мнениях, а в категориях просто. Понятно, мне вопрос такой. Тогда, если такие игры нравятся, почему тогда не играл ты в Warcraft 3? Объясни мне. Warcraft 3? Что? Это просто стратегия. Там нет, там все игры такие, вот честное слово. Называются прятки, допустим, которые... А, так это карты, карты жена. Да, 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 да. Вот тебе говори карты, а не Warcraft 3. Да, 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 там карты все. Там все такие. Чтобы ты понимал, ты говоришь, я люблю, что когда унижение. Представь, парень, короче, грубо говоря, есть, допустим, назывался такой, если тебе интересно, можешь написать. Называется, Петри Баланс называется. Посмотри, вот там жесткое унижение. Ты просто сидишь и просто унижаешь врага, блять, просто в упор нахуй. Берешь и унижаешь его. И он стоит и пишет тебе, я тебя уничтожу нахуй, я сука, я заброшу на всех, но я буду тебя ебашить нахуй. И он в натуре делает, они тебя настреляют, хуярят, все. А другие союзники прибегают, тебе помогают, потому что понимают, что, типа, они на тебя сагрились. И вы приходите, и тебе союзники, вы чините эту стену, блять. Я играл, я играл не очень, я давно еще, даже дома, когда был в колледже. мы ее сюда Петя называли, Петя, хули. Вот у меня друг играл Петя, и он нереально... Это неинтересно, это, блять, вообще неинтересно. Да, неинтересно. Когда играли с Кириллом, я помню, он мне сказал, я приду, я тебя в школе отхуярю, нахуй, говорит. Вот так вот, знаешь, что сделаю. Да, понимаешь, просто обидно, Я бы даже вместо этой игры поиграл бы, вот эта игра похожа, знаешь, на чем? Сейчас скажу в секунду. Как она, блять? Быстрее думай. Блять, сейчас у меня где-то на ютубе было. Ютуба. Сейчас, извините, пожалуйста, за паузу. Сейчас, и все. Не извиняю. Подписки, подписки, кто же там у меня был? А что за дерево, блять? Как же его звали-то, чувака? Я показывал тебе Димка еще это. Толя, ты что делаешь? Вот эти вот стратегии. Я дерево хочу срубить. Но тут саженец, который нельзя срубить. Сука. Стратегии? Что-то там с мечами бегают, такие маленькие стратегии. Там что-то царь, что-то. Kingdom, что ли? Нет, 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 нет. Дася. А-а-а. Ты понял, я набегал тебя, я понял тебя, типа, да-да-да-да-да, ты показывал, что ты мне как-то однажды, но-но-но-но-но. Я знаю, еще по подписывам своим. Я тебя понял. Я помню, ты что-то закидывал, мне даже видос по-моему, какой-то. У меня YouTube заблокированный еще с того года в плане истории, что-то не предлагаю никакую куйню, поэтому я не могу выставить. Я хочу в инкогнито не открыть, что ли? А зачем? Я не умею просто выставить. Я не хочу, чтобы на меня собирали информацию все. Ты прямо как Дениска Дубровин, тот такой же. Да, зачем? Это туда-сюда, да-хули, понятно. Так и говори. Я не хочу, потому что я ничего не умею, мне все лень, нахуй, не поевать на все. Нет, почему-то более приемлемо. Забей, я помню, какой-то про игру говоришь. Ты сейчас просто пока вспоминаешь, забудешь, что ты вообще хочешь сказать. Нет, нет, нет. А у меня обычная праздность, простое предложение. Я сказал, а я бы лучше, чтобы вместо этого сыграл бы, вот в этом сказал бы, сказал я и все, сейчас только найду. А да, кроме тебя и меня все равно не знают, что это за игра. А сейчас найду. То ли же прогуглить, ебан, стык. Сейчас мне. Хех, ебаный ворота. Бля. Не найдешь ты, нахуй, все, иду. История переписки, да, еще и экипажки. Директор. Не найдешь. Я все сделал для того, чтобы ты меня шел. История переписки, поездки, посмотри, да, вообще. У них вот турнир недавно был. Один профессиональный игрок против пяти таких среднячков, у которых 3000 рейтинга. Лошапедов. Нет, нет, у них 3000 рейтинга, а у него 10 тысяч. И он, короче, проиграл. Это очень честно. Они его задавили, короче. Не, ну, типа, проигрок. Ну, понятно. Вот этот челлендж, где, да, в чем касается. Я понял. Ну, это раз такая была тематика. Нет, понимаешь, я вот это... Да, я говорю, я в любую игру, которую Саша предложит, я ее пройду на изи, блядь. Да нет, сколько было плачья, нытья и так далее. А что там проходить-то? А R2 легко пройти? Всю? Ну, R2, я думаю, даже нету этих пределов. Ну, в том-то и дело, что предела нет. Я говорю, просто пройти ее. То есть, я просто зайду, одену шмот, выйду, чисто побью, все, соответственно, я сделал. Ну, если такое в плане пройти все игры, то да, пройдешь все игры. Пока что-то, а так если ты сам говоришь, не ой, я сам себе концовку. Красава, конечно. Не, смысл в том, что он сам сказал, что у нее нет концовки. Я ей сказал, что раз нет концовки, я сам могу концовку придумать. Правильно? Это логично, да. Ну, вот. Такими успехами я пройду все, что ты скажешь. в том-то и дело, что я все, я любую игру пройду пройти так. зачем я тебя даже скачиваю, если я не знаю. блядь, тебе могу столько найти, если не ставить, не ставить, не все, блядь. Уже почти конец, я до сих пор столько не нашел. блядь, блядь, я задавал подписку, ёбаный. Да ёбаный вы! И я. Так, ютуб. Толь, сходи к эльфам. Погоди, блядь, где эльфы меня ебашат? С бардессой, бард, то историю хотя бы узнаешь в концовку. Я, блядь, тут уже полчаса не могу дерево срубить, сука, единственное, блядь. Эти цветочки ёбаные пуляются, сука, да, заебали они, я не успеваю, сука. Гроб же достанет? Достанет. Маленько досталось, сука, маленько осталось. Всё, отрубил ногу дерева. Куплю тебе, я самокат, куплю тебе, я самокат, сама, 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 блядь, по охрану цивилизация, вроде бы цивилизация, сейчас и гляну. Сама, 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 сама. Короче, у Саши, у Саши игры все на уровне, короче, 11 лет, которые можно пройти, пройти, которые можно, блядь, как, 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 посесть, нахуй. Да, Санек. Любую игру, она. В плане, тут, знаешь, план не пройти, тут план получить удовольствие. А-ка, иди, играй, хули, в бумс тогда, что ты не играешь? А ты что не играешь? А я играл в неё. А, я не хотел. Я в неё играл, и даже, у меня был 50 уровень, там, бумс. В этом. Поверь мне, ты даже, ты даже 30-то не наберешь уровень, блядь. Тебя там, тебя унизит там, скорее всего, просто-напросто, вот, всё. То есть, ты в прямом смысле, заревешь, ну. Потому что там реально надо, умеет, то есть, у тебя должна быть меткость, просто, зашкаливать. И да, там нет такого, если бы посмотрел, по крайней мере, как вы сражались вчера, в баши, прикольно. Это знаешь как, это знаешь как, Келлари был, у него был 60-ый плюс, у него там топовое всё было, и мы заходим. Келлари въебать донил, нахуй. Вот, А тут не надо донить, фишка в том, что делать себе планку, не донить. Так ты ведь уже нахуй, нихуя, знаешь сколько, Саша, он знаешь сколько на коном въебал, нахуй, на коном да, и чё. Надо было, слушай, он же, мочил во внешку получается, а не в этот. Нет, он вообще всё купил, всё что было. Так это внешка же, ну по сути, ты можешь, ты можешь строить кирпичи, и без такого управления. смысл-то в том, что он когда-то сделал, для того, чтобы его на дереве не было видно, вот за чего он это делал. Не понял, на дереве не было, именно чёрт там. На дереве в этот период нельзя было строить квадраты, ты мог только фундамент из дерева построить на нём. Ну и чё? Ну вот и всё. А я логики не понял, в смысле, а что ты мог сделать такого, что тебя там не видно, я вот это не мог понять. Текстура фундамента. Типа у других нет, так это тебе, ну и что, если люди не видят, то есть проблема. Ну да, он, кстати, правильно сказал, что там на дереве вообще строить нельзя было, нельзя. То есть надо было сначала купить, что построить, короче, там на дереве. А-а-а, я понял, про чё вы говорите, это про диркетскую штуку. Я понял. Да, и он, и он, короче, всё купил, что там было. Это, кстати, уже да, вот это прям, да, это прям в это, серьёзно, так сказать. А потом мы ещё начали застраивать с ним телепорты, блядь, вот, как два психа, блядь. Ну застраивать телепорты, это как бы не чит-коды, и каждый может рискнуть. Ну, я тебе так скажу, когда ты тогда телепортишься, телепортнёшься, там уже, мне кажется, всё, для тебя песенка спета, ты только в лбу умираешь уже. Ну, холь-то я такой телепортнулся, радостный, кому это как бы, ебать нам, ресурсы какие-то забрать. А тут, блядь, вся хуя колия везде, эту, блядь, ёбаня фигуру. Ну. Не перелезь нигде. Ну, это же не связано с донатом. С чем? С донатом не связано. Да, не связано. Ну, это, кто это не считается? Саша, Саша, тут прикинь, вот, в Lost играет, само зло играет. А, ты, гадись, не можешь быть такого. А, да тебе, серьезно, само зло играет? А само зло играет? Серьезно, гадись? Ну, или само дно. Я сказал, а че он делит Саша? Я говорю, Саша, играет Конан. Он говорит, я щас скачаю и наихуяриво там, говорит, нахуй. Ну. Ладно, Саня, игра, че хочешь? Ну. Ну, такой. Нам надо вот будет, грунт, нам как-то будет с Димкой проходить, Форест. Форест, Но будет релиз, у него же еще релиза не было, а вот будет релиз. Смотрим. Пусть они там все запатчат, чтобы мы как бы с тобой реально кайфовали, а не кайфовали. Там, когда лед застывает, прикольно. Ну. Нет, блядя, это дерево, я ненавижу это дерево, я пошел нахуй с этого дерева. А ну проклятая, блядь, да там, сука, этих, дохуя этих цветочков, они стреляют в тебя, сука. Я их не успевал убивать, они снова откатываются. Саша, расскажи мне сказку. Да, мне уже на самом деле похуй. Там моего голоса нет, нет. Я понимаю, я не самый обаятельный и приятный парень на свете. Саня, меня забанят, короче, в ютубе за эту песню, не надо его постоянно вырубать. Не могу, короче, найти. Включай почаще. Они же увидят, что это негатив поет, и, короче, забанят. Включайте почаще эту песню. Собственно, как из-за Валеры тоже. Валера. Че он там проквахал? Он там квах-квах, или там квах. Сука. Он реально хочет, чтобы он был в этом плане. Специально делать. Молодец, Саня, молодец, молодец. Так и надо. Хер ли он там решил. Хер ли он там решил, записывать. Изделаваться тебе, сука. Интересно просто, вот прикинь, Саня, ты мне сегодня мотивацию сделаешь. Давай еще, драконь меня еще. Прикинь, Саня, короче, взял такой, короче, и пошел с нами в Олстарк и Райки, и такой башню заходит, такой, короче, я думаю, при судьбе там тут же сгорит, судьба будет, она его... Короче, если... Нашел я короче, я так долго это искал. Эмперия вторая. Так я ее легко проходил. Тратегия Age of Empires 2. Так я ее легко проходил, еще третья. Ты не в Age of Empires играл. Я не играл. Я сказал, я бы в нее поиграл, вместо того, что Тор играл там про Warcraft 3. Так а что в третьей не поиграл? Третий, больше сидишь. А есть четвертый, есть там-то четвертый. На данный период времени я знаю, есть еще и третий. В четвертый я не знаю. В четвертый тоже может, но в четвертый она тупо на Москву, там вот на это все. Да. А третья, она на запад. Я знаю. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я знаю, там Китай есть, да-да-да-да-да-да-да. А в четвертый она конкретный исторический период занимает, то есть там именно Россия есть. Да, в Age of Empires, короче, третью я проходил вместе с Пашей, мы играли против экспертов-ботов. Их было шесть, нас было двое. Они нас пять раз уделали, потом мы все-таки научились им делать. Это очень надо играть прям командно, и так я скажу. Ой, Толя, не объясняй, он же скажет, что это боты, против них неинтересно. Они его нагнут, но это боты. Они нагнули меня. Но они боты нагнули. Один против Семьера. Неинтересно. Неинтересно. Это боты. За пять минут они у тебя уже придут с мушкетерами. Но он скажет, что это боты. Ты еще такое мясо будешь собирать? Я вам расскажу, как надо делать. Ты берешь, крыш? Саня, блядь, вот ты нах, десятка нахуй, чтоб въебала. Я такой, въеб, въеб, да без проблем, блядь. Все это не же, блядь, скачай нахуй, сразу въебу, блядь. Накатывай, блядь. В смысле, какая десятка? Десятка, я не понял. 10 тысяч рублей, блядь. На, знаете, какие 10 тысяч рублей, блядь. Так неинтересно. Въеби этих ботов, да, с поправочкой какой-то время. Поправочку такую сделал. Какое-то время. Диньки, задай мне, мы будем с тобой играть в World 2. Какое-то время. Он тоже так же говорит, что выполнит какое-то действие, вот и все. Он не говорит, что я конкретно ее пройду. Ну да. Давай, давай, короче, давай так нахуй. Мы сейчас все... А ты же мне какие-то условия знаешь. Стой, стой. Давай мы тебе десятку платим, нахуй. Ты должен пройти Lost Art полностью от О и до полностью на 100%. На 100%. При этом рассказать весь сюжет. Согласен? Нет. Че, бонусу за десятку-то, ебать. Ну что, блин? Ты такой продажник. Фу. Фу-фу-фу. Ты берешь, ты сотни платят на карму. Саша, сейчас просто каждое твое слово, Саша, Саша, каждое твое слово просто карму там минус один, минус один, минус один, минус один, минус один, минус один, минус один. Так это называется, проституция называется. А я думал, это бизнес-идея, тебя на это обманули. А ты тогда иди на стрим, а че тогда стрим не сделаешь? Ну, донатить тебе будут. Но, взял бы стрим сделал, сказал бы, типа, вот, там выставил бы 5 игр, допустим, где больше доната будет, в то и будем играть игру. Тебя бы донатили. Но. Ты не подумал об этом? Нет, не подумал. Пиздец. Почему? Это же без проигрыша. Потому что здесь я получаю гораздо больше денег. Ну, если так судить, да, и в голове все прокрутить, то вам не будут донатить изначально вообще. В течение, допустим, ну, извини меня, ну-ка назови мне хотя бы одно место где-то тебе с первого дня начинают донатить. Ну-ка назови мне. Я тебе скажу, это онлайн фанс. При чем здесь онлайн фанс, блядь? Да на, ты скажи, назови любое место, я тебя назвал. Ну давай, давай, ты сможешь это сделать? У меня нет чести к жопу. Подожди. Подожди. Про тебя сейчас имеют в виду. Чего, блядь? Так я так же могу сейчас сделать, так же, если так разбираться, да, с одного дела. Так же я могу сейчас сказать, вон сейчас нафотографируй девчонок и пойду сейчас продам их, блядь, это тоже самое. Легальную, нормальную, имеется в виду. Ага, и что, так какого вопроса было? Так онлайн фанс легальная, просто я считаю, идет о игровых, а не о каких-то сексуальных контентах. Так он мне просто сказал, я поэтому и восходил своего. Ты хитрежок, я понял. Ты хитрежок. Хорошо, давай я уточню именно, то это должно быть связано именно с тобой, не когда там чужими людьми и тому подобное, это именно должно связано именно с тобой. А чем вопрос-то, какая-то забыл. где ты можешь зарабатывать с первого дня? Именно с тобой. С R2 Online? В смысле R2 Online? То есть ты, грубо говоря... Ну, твой вопрос уже состоит из нескольких слов, где ты можешь зарабатывать с первого дня. А на стриме, ты когда будешь сидеть, ты не будешь получать ни копейки, да? нет, не буду, не буду. Не верю в это. Если только ты не задонешь мне, блядь, все, другие, ну, ты сейчас будешь тупо в пустую, тебя никто не знает. Ну, значит, ты не можешь просто разбираться на самом-то деле. В чем? Ну, разбираться в этой всей схеме, вот в этом всем. стой, ну, несколько лет поставить правильную. Сколько тебе понадобилось время в R2, чтобы ты... Вот ты скажи, когда ты первый раз эту игру понял, этот, кто начал играть, ты что, сразу зарабатывает дальше у них? Нет. Нет. Вот именно. И ты тоже самое, ты ни разу не использовал вот который ты говоришь стрим. Ты ни разу не пользовался стримом. У тебя нет этого стрима. Ну, почему он не пользовался, ну и что ты пользовался? Сколько ты в R2 играл, сколько ты здесь делал? Ты сравниваешь R2, с которой ты уже играешь, я не знаю, лет 5, не знаю, 10, я не знаю, сколько ты играешь в нее. Ага, это вопрос. И только сейчас ты только понимаешь, что да, это как-то можно зарабатывать, блядь. Да, 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 и что? Вот. А ты столько же времени не поставь на стрим, блядь. Поверь мне, я тебе уже начну донатить за такое-то, извините, мне время отобьет. Ну, не знаю. Я тебе говорю конкретно, если вот как вот мы сейчас, допустим, зашли в Lost Ark, которые совершенно не знаем, вот такую, найди мне платформу. Где с первого дня можно зарабатывать? Развиваться в данный период времени, развиваться в таких платформах, как YouTube, Twitch, что-то еще, делать какой-то контент, который бы соответствовал пользователям, зрителям, которые бы действительно для него завершали тебе какие-то иные пожертвования, которые не облагаются налоговыми. Это тяжело на самом-то деле. Это надо принимать усилия, хороший микрофон, то есть это надо вкладывать в себя, в систему и в свой контент. контент, который состоит у пользователей, он идентичен абсолютно. То есть вот эти вот игры, это уже, ну, никому на самом деле не нужны. То есть большинство пользователей переходят на определенные другие площадки. Какие игры нужны? Ну, смотри, ты думаешь, вот такая идея появилась только у тебя, хороший Димкин, давай воспользуйся Димкинами этими. Подожди, подожди, какие игры они нужны? Уточнил. Ну, абсолютно все игры, которые, допустим, сейчас идут, они не нужны. Стреляют у некоторых только стримеров, те это новые новинки, типа, вот новая новинка, там час несколько, типа, давайте там лайкосики, посимось. Но те стримеры, которые стримят уже Warcraft на протяжении 10 лет, их зрители, допустим, они не растут, зрители упали, да, они не растут, остались, они убывают с каждым годом, потому что люди вырастают и перестают интернет. Да, ты прав. Я понимаю. Статистика, она падает, то есть, грубо говоря, подписоты гораздо меньше, чем от 500. От 500 очень много, это, ну, статистика, по сути, у профессиональных стримеров, которые стримят более 10 лет. Вот поэтому, то есть, конкуренция, начиная, начиная, начинать сейчас, в данный период времени, такую схему, как игры, ну, скажу, не стартанешь, на самом деле. А если ты, допустим, такую схему, как джакузи-бассейн и пообщаться за жопой красивой, то, возможно, да, там, ты как-то и привлекешь новых пользователей, новых дрочеров, которые тебе будут пошлять какие-то определенные денежные средства за определенный контент. Если ты еще будешь вести определенный телеграм-группы, где также будешь пошлять какими-то дополнительными фотографиями. Но еще уберемся в игры. Но нет такого, на самом деле, вот и нет такой мысли, нет такой силы в играх, на самом-то деле. Это уже прошлый век. Я все. благодаря. Не, ну я тут прав, ребят, я просто прав. Сука. Я контролирую. Да, Саша. Не, ну а что, я тут все правильно сказал. Ну смотри, по идее, это можно ведь стримить то, что тебя кайфует, то есть, что тебе кайфовое занять какую-то определенную нишу. Есть игры, которые, вот, кстати, онлайн-выигры, о блин, красивый шмот. Ну, побежите. Ладно, берегу Димку, вернусь. Красивый, красивый шмот, говорю. Есть игры, которые играют уже много-много лет. И цивилизация, допустим, да, люди постоянно стримят, я знаю, стример, короче, да, у него не так активно растет аудитория, но она у него стабильная. И она донатит. И она всегда приходит на стрим. Но новинки, новинки, люди стримят. Там всегда текучая аудитория. У меня много стримеров, которые я смотрел. Они приходят, они прошли, посмотрели, они ушли. Потому что игру прошли, все. Им не интересен стример. Очень маленькая вероятность, что тебя заинтересует стример. Потому что сам ты как говоришь, их очень много, соответственно, люди не могут всех смотреть, они как-то сортируют, выбирают то, что им больше нравится. по каким-то критериям своим. Соответственно, и ты стримишь новинки, да, у тебя пришли сейчас 2000 человека, когда Uncle Burn, допустим, на 1000 триме. Но он, допустим, поиграл, там, Ведьмака, там, или Киберпанк, все. Дальше он пошел какой-нибудь, не знаю, условно играть, там, Лего, Лего, Фортнайт, да, его будет меньше смотреть. Ну, то есть, сам понимаешь, они отписываются со временем. Или он начинает проходить какой-то инди, и его отписываются. С ним только те, кто, вот у него стабильно полторы, 1300, полторы, то с ним, кто его постоянно смотрит. Само собой, ну, опять же, а чем эта аудитория, которая его постоянно смотрит, отличается от той аудитории, которая с тобой, если ты стримишь какую-то одну игру? Она ничем не отличается, она так же лояльна тебе. Просто фишка в том, что она идет на стримеров всегда. То есть, и, на мой взгляд, проще заинтересовать именно какой-то игрой, своей харизмой, и, ну, вот, ему, допустим, кто-то тебя смотрит как стример, это, допустим, того же Анкл Бернер. То есть, им нравится, во что бы ты ни играл, не, вот я, допустим, смотрю, там, ну, тоже там, Зуева, допустим, да, во что бы он играл, стратегию, там, а не знаю, там, колдун играет, или что-то еще. То есть, мне нравится, что он играет, мне нравится, он играет, как человек, мне интересно, как он это будет проходить, но чтобы он не играл, понимаешь, я понимаю, что он играет, в принципе, более-менее, такие мои игры, там, он не будет играть, там, в Counter-Strike, саму собой, там, то есть, потому что другого, это не интеллектуальный такой челик, вот, я к чему веду, то, что на игры проще, то есть, вот, ты, либо стрим, как стример, должен заинтересовать, что сложнее, то, что, ну, надо и харизму, да, надо и правильную камеру, надо и звук хороший, это все к этому относится, либо как игру, то есть, если ты стримишь какую-то игру, которую челику, там, цивилизацию, условно, так же, да, или там, не знаю, играют люди, там, не знаю, в дотку, допустим, они там смотрят, какого-то челика, как он дотку играет, мы, в принципе, на него, как бы, на стример, пофигу, но они смотрят, вот, тут, потому что он дотку стримит, все, вот так, понимаешь, есть, я сталкивался с такой ситуацией, что люди начинают стримить, например, Skyrim, приходит дофигища аудитория к черику на стрим, потому что Skyrim, он играет, потом он заканчивает, а ему уже, Skyrim, душный такая игра, то есть, ее долго, как бы ты играешь, душит она тебя, ему надо на что-то другое переключаться, он переключается, условно, там, Dying Light, например, вот, ну, по-моему, даже играл Dying Light, вот, второй, тогда как раз выходил, он выжил, он начинает переключаться, все, аудитория такая, а где Skyrim, типа, то есть, они, они хотят Skyrim, ее начинается, вот этот раз драйв, потому что, они пришли на Skyrim, они на, они на речелика, понимаешь, какая-то, ну, я понял, ну, такая смысл в том, что, если ты будешь стримить какую-то одну игру, раз, например, R2, Conan Exiles, тебя будут смотреть тупо из-за игры, то есть, и все, и это будет гораздо более практичный способ, практичный, думаешь, а почему бы мне бы не пойти, на, допустим, зайдя на платформу Twitch, введя в поиск, допустим, ну, Stark, и, допустим, там я вижу, допустим, тебя, который просто стримит эту игру, как ты говоришь, это практично, и, допустим, еще 150 пользователей, которые также стримят более успешно, у которых больше развит, допустим, Twitch, у которых подписано, это более интересное в плане контента, которое они предоставляют, почему бы мне бы не пойти, не посидеть у них, чем не сидеть у тебя, который стримит чисто эту, игру, они же тоже эту игру стримят, они предоставляют более качественный контент, тут уже зависит от того, насколько качественный контент, или сколько ты попадешь в ранжировании, это уже другое, это уже от тебя не зависит, это объективный, потому что ты не можешь на него повлиять, понимаешь, смысл об этом думать, если на это повлиять не можешь, в таком случае вообще тогда нет смысла не начинать ни стримить, ничего делать, ну, то есть, смысл, всегда будет тот, кто уже на платформе есть, и с такой позиции может смысл, вообще ничего не делать, играть, играть, просто-напросто, плевать в потолок, то есть, играть в игры, которые ты играешь чисто для себя, нет, ты мне просто сказал, что более приемлемо играть в стримить одну игру. Я тебе говорю про ситуацию, когда твое субъективное воздействие как на что-то влияет, а не когда ты тупо зависишь от того, насколько тебя в тренде закинет, понимаешь, ну, условимся, что это просто при прочих равных, то есть, тебе при прочих равных дали какую-то часть аудитории на одну игру, и сколько задержится тебе как на стриме, и как на игре, я про это имею в виду, понятно, что если объективные факторы смотреть, то тебе, конечно, могут аудитории, и насыпать, а могут тебя не насыпать, и ты будешь в жопе, ты будешь стримить, ты можешь стримить какую-то передовую игру, там, гайдену в этой гелакси, какой-нибудь новенький там, или принц персии, но про тебя никто, никто не слышал, и то тебя никакой топ не закинет, базара ноль, но мы же делаем, от тебя это не зависит, смысл об этом говорить, ну, то есть, просто понимаешь, есть аудитории, которые растут, есть аудитории, которые не растут, есть, а растут они из-за чего? и люди есть растут, которые, я вот прям наблюдаю, как растут маленькие какие-то черрики, да, они растут не так активно, как раньше это было, потому что большой реально, Толя, а подземелье, поместье Рунарка, это вообще что такое, ты где там, ты же, я, говорю, что какой-то сертификат нашел, и тут мне этот, открылось, Аминь. 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 Аминь.